Первый вопрос касался работы управляющих компаний. На 18 мая в Одинцовском районе 26 предприятий получили соответствующие лицензии, а 13 нет. В связи с этим может возникнуть ряд вопросов, которые необходимо заранее предусмотреть и решить. Хочу подчеркнуть, что очень важная задача правильно проинформировать и донести до каждого жителя эту информацию о том, что происходит на рынке управляющих компаний, какие компании получили лицензии, какие нет. И о том, что в ходе этой перестановки смена компаний, ни один дом в Одинцовском районе не останется без внимания или без обслуживающей организации. По решению местных советов депутатов в поселениях на переходный период назначены временные управляющие компании. В течение трех месяцев должны пройти конкурсы по выбору постоянных УК из числа получивших соответствующую лицензию. Это открытые процедуры, которые мы обязаны выполнить, приглашая в них к участию все лицензированные компании, которые могут работать на территории субъекта, в частности, в Подмосковье. Поэтому эти конкурсы уже вовсю нужно объявлять, готовить техническую документацию и в течение трех месяцев эти конкурсы провести. Уточнить название своей временной управляющей компании можно в администрации поселения. Это позволит избежать возможных трудностей с внесением коммунальных платежей. Другая важная тема – благоустройство. Поручения по разработке схем уборки и санитарной очистки территорий были даны поселениям еще в начале года. Но до сих пор не все его исполнили. Для чего это делается? Это ваш рабочий инструмент. Для того, чтобы мы с 1 июня могли, опираясь на эту схему, и не только вы, но и все другие контролирующие органы, инициативно-техническая инспекция, объезды по линии министерства ЖКХ, по линии зампреда правительства Дмитрия Ивановича Пестова, которые тоже будут этим заниматься, могли четко обозначить всем контролирующим органам, чья здесь зона ответственности. Андрей Иванов напомнил, что за несанкционированный сброс мусора и некачественную уборку предусмотрены серьезные штрафы. Для юридических лиц они доходят до 500 тысяч рублей. Еще одним актуальным вопросом, рассмотренным на совещании, стала численность муниципальных чиновников. Сегодня Подмосковье по этому показателю занимает в России лишь 29 место. В Московской области поставлена задача по оптимизации численности государственных и муниципальных служащих и задача вывести Московскую область на совсем другое место в рейтинге, в России. В районе в ближайшие месяцы численность муниципальных чиновников планируется сократить более чем в два раза, с 1200 до 520 единиц. Среди других тем, обсуждавшихся на совещании, были итоги празднования 70-летия Победы и организация в районе летнего детского отдыха. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.